Привет, это 25 серия Мегадинастии Дрыщ. В предыдущей серии мы попрощались с Мердит, потому что она не смогла сдержать всей этой злости и обиды на Айдена и умерла. Это, конечно, безумно печально, и многие этого не хотели, но, ребятки, с этим ничего не поделать. Мердит больше нет среди нас, и сейчас вы просто удивитесь, потому что у нас появился новый член семьи, это Владислав Штраут. И какого черта он здесь вообще делает, спросите вы. И, кстати, Айден очень сильно изменился, потому что он стал взрослым. Теперь он взрослый персонаж, он постарел, и осталось еще 24 дня, он станет совершенно старым. Да, вот так вот выглядит теперь Айден. Так, а что мне с мышкой? Ты можешь переодеться, кстати? Сейчас вам расскажу про нашего Владислауса. Итак, Айден, Айден, сделал Владислауса своим слугой. Да, с помощью магии. Теперь он может управлять Владислаусом и делать с ним вообще все, что угодно. Я думаю, что вы помните, что однажды Владислав Штраут перешел нам дорогу. И кажется, даже до сих пор у них плохие отношения. Да, он нам испортил все планы. Но я думаю, что кто смотрел первые серии, тот знает, что он сделал. И поэтому Айден решил отомстить ему и сделал его... Вы понимаете, самого Владислауса Штрауда сделал своим слугой. Точнее, как бы, знаете, дворецким. Я не знаю, позволяет ли правило династии добавлять персонажа в семью таким образом. Но если нет, скорее всего нет. Но, ребятки, это магия. Мы с помощью магии сделали его слугой. Мы можем им управлять с помощью магии. И я думаю, что можно внести изменения в такую династию. Я надеюсь, что никак нам не помешает. Потому что я не собираюсь играть за Владислава Штрауда. Но делать ему некоторые действия, конечно, я буду. И не думаю, что он задержится у нас в семье. Потому что у меня есть планы на него. И... Айден, давай-ка ты накормь. Хотя... Хотя, постойте, он сегодня работает, да? О, кстати, осталось совсем немного. И он станет уже виртуозом. Вы понимаете, он достигнет последнего уровня в магии. Это просто охренительно. И я бы хотел, чтобы Айден сейчас переоделся. Наряды сменить одежду. А, я уже нажимал. Надо просто включить плей. Наши детки голодают. Поэтому я думаю, что Владислав Штрауд сейчас что-нибудь достанет из холодильника. А у нас тут есть как раз-таки вот рыба с жареным картофелем. Поэтому, детки, не надо играть, пожалуйста. Просто возьмите порцию. Ты тоже возьми порцию. Так, у них в остальном плане все хорошо. Я думаю, что Айден должен сегодня хорошенько поработать. И я бы хотел, чтобы он сейчас все это починил. Да и достиг хороших результатов. И, кстати, наверное, сейчас он повысится, да? Нет, это не помогло нам в магии пока что. О, ребятки, новый уровень чародея. Последний. Мы, кажется, даже выполнили жизненную цель прямо сейчас. Жизненная цель выполнена. Долгие часы усердной работы окупились. Айден чувствует, как по его венам циркулирует энергия волшебного мира. Правильно распоряжайте своими силами. Получен черта характера. Это предельщик заклинаний. У меня теряется голос. Простите. Так, неужели мы выполнили просто жизненную цель? Прикиньте, 7 тысяч. 7 тысяч. Это очень много. И у нас есть теперь 3 очка таланта. Поэтому давайте мы вот это купим. Что можно купить еще, как вы думаете? Неукротимые зелья и заклинания всегда успешны. Может быть, это... А это что у нас? Не то, не то мне не нравится. Может быть... Вот это, скорее всего. Быстрее читает и занимается исследованием. Хотя это тоже не особо поможет. Давайте, ладно, это. Все, я думаю, что это достаточно. Айден достиг своего пика. Что, конечно же, не может не радовать. Сейчас мы починим все предметы. Что у нас тут? У нас там есть вещи? Нет, вещей там нет, слава богу. Так. Протери. А хотя, пол может протереть Владислаус. Поэтому давайте мы сделаем вот так. Постойте. Мы можем сделать заклинание послушанти. Если оно тут есть. Да, оно тут есть. Поэтому, Владислаус, просто держись. И прикажем ему убираться дома. Убираться? Да, и все. Можно даже приготовить еду. Вы наелись или что? Что, тебе еды не хватило, что ли? Тебе серьезно не хватило еды? Ах ты, Айден. Работать из дома. Да, мы работаем из дома. Нам нужно сейчас тогда наколдовать еду. Много лакомиться, потому что детям еды не хватает. Владислава спуска убирается пока что. Что у нас тут? Это у нас кара ягненка. Не знаю, можно ли детям такое кушать. Надеюсь, что да. Возьми порцию. Мы будем пока что работать с Айденом. Так, Айден, сходи пока что в туалет. Думаю, что Владислава сегодня также искупает нашу маленькую Дафну. Она уже старенькая, если вы помните. А наш Микки научился бегать. Это выглядит очень классно. Так, я думаю, что завтра, в принципе, можно было бы сделать их старше уже. Как вы думаете, ребята? Потому что, ну, не стоит этим затягивать. На самом-то деле. Так. Оу, за кого я смотрю? Нет. У него, кстати, очень классные способности, но я не буду им пользоваться пока что. Это не то. А на сколько часов? На 4 часа. Ну, ничего страшного. Будем все время делать это заклинание. И да, тут у нас Мередит. Почитать, отправить душу. Давайте мы сейчас соберем весь урожай. И, кстати, какое у нас задание на сегодняшний день? Получить образец растения. И все. Такое легкое задание. Отправиться. Мы отправляли собаку на прогулку в предыдущей серии. Я это точно помню. Поэтому стать волонтером с семьей. Стать волонтером. И отправиться на прогулку на природе. О, какие интересные желания. Потому что это впервые мне выпадает за всю династию. Постараемся это выполнить. Как себя детки чувствуют? Они до сих пор очень сильно грустят. Но, кстати, Айден не грустит. Знаете почему? Забытый день рождения. Потому что его съела корова. Да, она забрала у нас все эмоции. И теперь эти эмоции у нас вот здесь. Вот здесь. Экстракт. Экстракт грусти Айден. Так что... А что ты не убираешься? Почему он не убирается? Иди убирайся. Протереть пол. Не знаю, что он стоял. По идее он должен был убираться. Или это действует только на одно действие? Надеюсь, что нет. Так, на нас напали пчелы. Так, а что они опять злые что ли? Использовать средства. А кто злой? Эти нормальные. Вот эти вот в ярости просто. Поэтому давайте мы сейчас используем это средство. Улей частично заполнен. Улей полон. Поэтому можно будет собрать или продать сразу мед. Потому что мед у нас уже есть. Нужно будет сделать, наверное, знаете, медовик. Чтобы проверить, можно ли там поставить свечки. На торт. Медовик. По идее это торт. Можно также приготовить чили. Мы этого еще ни разу не делали. Я бы хотел на это посмотреть. Поговорить. Не надо ни с кем говорить. У нас тут работа. Нам нужно... Он собрал весь урожай, надеюсь. Да, кажется, собрал. Почему у нас так пасмурно сегодня? Видимо, просто мы скорбим по... Мередит. Получить образец. Давайте получим образец из яблони. Да. И это все, ребятки. Это все, что нам нужно сделать. Перегрев. На улице очень жарко сегодня. Как может быть жарко в такую... Облачную погоду? Микроскопом, чтобы... Нет, я не буду это делать. Зарплату мы получили. Нам нужно также повышать уровень логики. Логики. Хм. Так, а я как раз таки покупал ему что-нибудь для навыков. Или нет? О, кстати, мы можем теперь... При отделечке заклинаний создают намного меньше заряда при использовании заклинаний. Очень классная способность. Вот реально. Но мне кажется, я не покупал ему награду, которая бы дала ему буст в навыках. А я хочу такую способность. И где мне ее найти? Эрудит. Я думаю, что эрудит. Потому что мне нужен навык логики. Я потрачу. Да, я потрачу 4000 баллов в часе. Конечно, это очень много. Но, ребятки, мы копим. Я думаю, что мы заслужили этого. И теперь он является эрудитом. Что поможет нам в навыках, как я понимаю. И почему-то Владислаус не убирается. Хотя я... Надо будет много раз, видимо, это делать. Ну ладно. Будем тогда вручную им пользоваться. Да, это, конечно, странно звучит. Но как-то так. Нам нужно повышать навык логики. А если у нас... А у нас даже ничего и нету. Да, у нас нету. Для логики. Хотя, может быть, на компьютере можно будет повышать этот навык. Или мы это сделаем, когда мы выполним все наши желания. Нам нужно будет стать волонтером. Это можно будет сделать где-то здесь. Да? Вот, стать волонтером. Я не знаю, делали ли это когда-то или нет. Кажется, нет. В доме престарелых. Волонтер в бесплатной столовой. Марш. Ну, давайте в доме престарелых. Я не знаю, ну... Если это сойдет... Это ради хорошего дела. Ну, раз ради хорошего дела, то... Айден решил измениться и реально заняться хорошими делами. А Владиславус будет сейчас... Почему он не убирается? Скажите, пожалуйста. Владиславус, почему ты такой непослушный? А давайте мы вырубим ему сейчас способность. А я не могу это сделать. Я не могу это сделать, к сожалению. Не могу нажать. Хотел бы, чтобы он, знаете, летал просто по участку, но... А, у нас... Раковина есть. Что ему мешает? Давай. Видимо, его кто-то отвлекал. Надо будет здесь раковину еще поставить, да? Одиночка. И на сколько ушел Айден? Ну, кажется, не так долго он будет там. Купить столик для поделок. Купить столик для поделок. Это что, вон тот, что ли? Где можно вырезать из дерева? Нам нужно еще искупать детей и дафну. Так что, Владиславус, поторопись. Давайте включим что-нибудь другое. Сменить станцию. Классика для детей. Блюз, барокко, альтернативная музыка. Давайте включим поп-музыку. Вот. Надеюсь, что меня не забанят за эту музыку. Все, надеюсь, что все. Поэтому давайте мы сейчас искупаем Ване Микеланджело. Да. Я не думаю, что Айден будет снова жениться на ком-то. Слишком, знаете, слишком плохой опыт у него в этом. Очень плохие воспоминания, потому что две жены. И вот что с ними стало, посмотрите. Бо. Ну, Бо, кстати, даже и не стала нам женой. Ну и Мередит. Какашка тут лежит, которая мозолит мне глаза. Надо будет ее поднять. Так, ну что. Давайте будем купать детишек. Владиславус просто, наверное, не понимает, что происходит. Но вот так вот, Владиславус. Не нужно было переходить нам дорогу. И почему они стоят? Я думаю, что стоит с него снять вот это заклинание. Потому что что-то он прям тупит. Очень жестко тупит. Поэтому, да, тогда дождем сейчас Айдена. И я сниму это заклинание с него. И мы будем дальше выполнять свою работу. Айден, пожалуйста, поторопись. Очень долго. У него прям какие-то вот действия появляются. Айден, ты скоро? Почему он так долго? Пожалуйста, давай быстрее. Это кто ходит тут? Брэнд Хёкинг. Кстати, коровки хотят кушать. Хм, может быть они полакомятся Владиславусом. О, наконец-то он заработал. Что это было? Давайте ускорим. Нет, он почему-то ломается. Тупой Владиславус. Как же он меня бесит. Серьезно, как можно так тупить? У него уже заклинание снято, поэтому он может спокойно... Он, кстати, рычит и портит отношения с детьми. Посмотрите. Сменить подгузник. Ну смени подгузник. Но купать, видимо, он не собирается никого. Купать Ваня с пеной Келвина. Давай. Они ведь соглашаются, как бы... Зачем вообще спрашивать разрешение? Просто взял ребенка и идешь купать его. Почему Симс в этом плане такой сложный? Я не понимаю. Что у нас по праздникам? Завтра у нас праздник? Ну ладно, значит, нам не до этого. Айден пришел. Волонтерство это весело и полезно. Для характера помогать другим так приятно. Остается только купить столик для поделок и также отправиться на прогулку. Тогда отправляйся сразу на прогулку. Не знаю, что это даст. Кстати, что это даст? Без понятия. Может быть, навык садоводства? Или навык логики? Хотя это странно. Он просто пойдет гулять. Я думал, что он пропадет. Не надо с кем танцевать. Это что у нас? С радостью помогу волонтер. Такой моделет был у вампиров, кажется. С такой же инконкой. Ну что, как ты у нас тут? Все хорошо? Да, кажется, все хорошо. Владиславус очень добрый. Ну, это из-за заклинаний, конечно. Он даже получает навык воспитания. Какие у него навыки, кстати? Карьеры у него нет. Навыки обаяния орган. Блин, круто. Также повелитель вампиров. И способностей у него очень много. Давайте дождемся Айдена, когда он выполнит свое желание. Давайте искупаем также теперь Микеланджело. А ты можешь пойти развивать какие-нибудь навыки. Как-то отвлечься. Я понимаю, что очень грустно, что они потеряли мать. И они, видимо, вообще ничего не хотят делать теперь. Но нужно развиваться. Нужно идти дальше. Сейчас мы искупаем Микеланджело. Так. Где Айден? Айден все еще гуляет. Что это нам развивает? Смысл гулять просто так? Это ничего не повышает вообще. Смысл в этом действии. Что это нам дает? Ну, гуляет он по природе. Ну и гуляет. Это, видимо, просто, знаете, действие, чтобы избавиться от персонажа. На некоторое время. Но да. Айден просто, видимо, думает. Он очень грустный. Потому что потерял свою любовь. И не знает, как жить дальше. Но. Это жизнь, ребятки. Это жизнь. А ты чего телек смотришь? Иди купай, пожалуйста, Микеланджело. Хотя, давайте скупаем Дафну сначала. Потому что Микеланджело что-то прям вообще непослушный. Не хочет купаться. Увлечение питомца, да. Дети стали капризными, как вы видите. Потом отправим Дафну, наверное, на охоту. Чтобы она принесла нам что-нибудь интересное. Осторожно с незнакомцами. Он одиночка. Дурно пахнущий питомец. Ну давай, Владиславу, сработай. Не знаю, сколько будем его держать. Мне кажется, он долго не продержится. В нашей семье. И можно уже все. Желание почему-то не выполнилось. Но, ребятки, вы сами видели, что я сделал это. Так что я удаляю желание. Какие-то баги с желаниями мне это раздражает. Отправляйся, пожалуйста, домой. Я куплю сейчас столик для поделок. Поделок. Но я не думаю, что Айден будет вырезать что-то по дереву. Потому что смысл нам это делать. Хотя это очень даже, знаете, в стиле. В стиле Айдена. Или нет. Куда бы его впихнуть? Вот сзади, куда-нибудь на задний творик. Вот здесь можно? Пожалуйста. Замечательно. Айден уж должен возвратиться. А почему он не пользуется заклинанием Айден? Всегда транспорталить, пожалуйста. Давай, ты уже самый сильный маг. Будем скоро завоевывать себе место в волшебном мире. Так, давай-ка мы сейчас заберем вот это. Поднять. И он голодный. Давайте приготовим вот здесь что-нибудь. Готовить. Экспериментировать. Нет, готовить. Чили. Очень интересно посмотреть на Чили. Владиславус, пускай купает сейчас Микки. Только стоит немного ускорить. Так, купать Ванни с пеной Микеланджело. Что-то прям у них очень плохие отношения. Но ничего, все будет хорошо. А вот, ребятки, и Чили. Боже мой, ребятки, посмотрите. Выглядит довольно-таки вкусно. Надеюсь, что это реально вкусно. Наверное, будет очень остро. И хватит на долгое время. Да, будем питаться теперь Чили. Там можно готовить что-то еще помимо Чили. Но это будет на высоких уровнях кулинарии. Сейчас у нас только шестой. Вау. Магия. Это очень классно. Пускай готовит. Желание опять не выполнилось. Хотя я купил столик для поделок. А может быть, это не тот столик для поделок. Какой еще? Столик для поделок. Творческий подход. А, это что-то детское. Блин, значит я перепутал. Ладно, это нам не нужно. Нам нужен столик для поделок. Хорошо. Не знаю, зачем он понадобится нам сейчас. Потому что дети еще не выросли. Но, видимо, мы решили заранее к этому приготовиться. Поэтому, да, пускай стоит здесь пока что. Стоит только поменять цвет. Вот такой, наверное. Или вот такой. Нет. Пускай будет такой. Отлично. Все желание выполнено. Выполнили три желания за день. И смотрим, что делает Владислав. Он купает Микеланджело. Кто-то должен смотреть за детьми. И это будет пока что Владиславус. Но. Ладно. Микки. Ребят, как вы думаете, кто станет наследником? Микки? Или Келвин? Кстати, почему ты не развиваешься? Давай. Изучай какую-нибудь логику, я не знаю. Да, у них до сих пор этот мудлет. И Владиславус, пожалуйста, поторопись. Так, Келвин. Вот еще не Келвин, а Айден. Боже, теперь я просто путаю все имена эти. Надо будет запомнить. Это Айден. Это Келвин. А это Микки. Да, Микки у нас такой. А Дафна где? Дафна, вот она. Давайте мы ее отправим сейчас на прогулку. Видимо, она хочет гулять. Поэтому отправляйся на поиски еды. И принеси нам, пожалуйста, что-нибудь интересное. Блин. Почему она такая грустная всегда? Надеюсь, что с ней все хорошо. Потому что Дафна, она с нами навечно. На все поколения. Но сейчас ей, видимо, не очень хорошо. Либо она просто грустит. Она грустит, да. Она грустит по поводу Мердит, скорее всего. Тоже ведь член семьи. Они привязались друг к другу. А он почему-то танцует. Нет, мы сейчас... А-а-а! Твою мать, ребятки! Он умер! Твою мать! Быстро съедай торт! Просто беги и ешь торт. Я тебя умоляю. Я не хочу потерять коровок. Какого черта происходит? Ну ладно. Раз умерла, что поделать? Ребятки, твою мать Мне жалко ту коровку И Владислава съедает Коровка Да Сейчас она выплюнет Я просто не успел Я не думал, что это будет так быстро Они так легко умирают Там вообще мало времени прошло Теперь давайте Ну потом, наверное, подоим ее Кормить больше не надо, хотя можешь покормить Нет, нет, ладно, не надо Потому что я им так только что покушала Ну теперь сходи Там, наверное, эссенция напряженности А вот и чили, ребятки Посмотрите, новое блюдо или это не новое блюдо? Скорее всего, не новое Но я такого не видел блюда, если честно Надеюсь, что это вкусно Где Микки? Микки пошел спать А ты, наверное, тоже отправляйся спать Можно, кстати, почитать сказку на ночь Айден Айден должен читать сказки на ночь А не какой-то Владислаус Он тут принимает ванну Пускай, ладно, не будем его трогать А ты иди, почитай сказку на ночь ребенку Своему сыночку А Микки такой самостоятельный Вот реально он пошел и лег спать Спокойно У нас одежда остается здесь Так, наверное, кому-то стоит постираться Или А хотя Да, постираться все-таки стоит Поэтому, Владислаус, хватит купаться Проверь карманы И занимайся, пожалуйста, стиркой Положить в стиральную машину Потому что это реально ужасно Почему так много вещей валяется Ну что, давайте почитаем сказку нашему маленькому Келвину Главное не забывать их имена И Ого, как он далеко сел Что творится? Что это за баги? Он что, не может ему почитать нормальную сказку? Смотреть Куда смотреть? Что происходит? Объясните мне, пожалуйста Что происходит? Оооо Да, конечно, ребятки Обожаю баги в Симсе Посмотрите Что творится в игре просто Что происходит? А он уже сам пошел спать Я не знаю, успели мы почитать ему книжку или нет Надеюсь, что успели Подыткнуть одеяло Давайте мы это сделаем Это, наверное, будет очень милое действие Владиславус тут не может протиснуться Но почему-то мы застряли Подыткнуть одеяло А ему может Блин Это реально очень мило Можно это сфотографировать как-нибудь Блин, Айден просто постарел Он серьезно, очень сильно постарел Наряды, сменить одежду Одевайся вот так И он тоже хочет спать Но я бы хотел Выучить какое-нибудь заклинание Так, выпить зелье Повысить заряд волшебной питомцы Заклинание Давайте заниматься неукротимой магией Хотя мы, кажется, еще не все выучили В практической магии, да? Да, 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 да Нам остается выучить еще зеленцо Поэтому Айден просто учи Практическую магию Что делает этот? Убирайся, пожалуйста Убрать и помыть А вот и Дафна Она принесла нам подарочек Сейчас мы его откроем Посмотрим, что у нас там Что же там интересного? Ну-кась Можно я возьму? Спасибо Репатриацию, ребятки Замечательное заклинание Которое нам, возможно, в будущем поможет Открываю подарок Это у нас одна бирюза И также три корня валерьяны Вау Целых два предмета Кстати Нужно будет размножать лягушек 125 миллионов Нам очень нужны деньги Вот прям очень Потом я все это продам Нужно будет почитать книжку Также А это что у нас? Зелье изобилия Не хочу пользоваться этим зельем Потому что оно очень Очень-очень Читерное Давай-ка Пообщайся с Дафной Поднять Потому что мы редко это делаем Владислава спуска убирается Где-то мы оставили тарелку А можно его как-то оживить? С помощью магии, нет? Блин, жалко, конечно Ну ладно Что за баги творятся? Симс Почесать брюшко Поцеловать Дафна, дафна, дафна Я не знаю сколько ей осталось Но Наверное мы воскресим ее Тогда, когда У нас появится новый наследник Или будем воскрешать ее сразу Я не знаю Может быть сразу ее воскресить Либо тогда Когда появится наследник Ребятки Пишите в комментариях Что вы думаете Насчет этого Потому что оно долго не протянет Это уж точно Давай-ка мы будем Доить корову Это ужасное Животное Растение Людоед просто Которое Жирает симов Думаю, что Владиславус Не вытерпит Так Точнее не выживет В следующий раз Экстракт Ошалевшего состояния Не знаю Нужно ли нам это Или нет Для чего это нужно Можно это продать Нет, это продавать К сожалению нельзя Ну ладно Я думаю, что Ребятки Мне уже пора Заканчивать данную серию Надеюсь, что она вам понравилась Не забывайте Ставить лайки Подписывайтесь на канал Так взглядывайте Мое сообщество А с вами был Мистер Арманиус Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok